Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение особенностей населения Кыргызстана. Рассмотрим его размещение, передвижение на территории республики и за ее пределами. Как вам уже известно, начисленность населения оказывает влияние миграции людей. Давайте выясним, в чем же особенности причины этих процессов. Процесс миграции в Кыргызстане преобладает на протяжении многих десятилетий. Миграция – это перемещение людей, связанное с переменой места жительства на постоянной основе, на длительный период или временно. Выделяют шесть основных причин миграции. Экономические причины миграции связаны с желанием достижения материального благополучия. Трудовая миграция вызвана желанием найти работу с достойностью заработной платой. Социальная миграция реализует потребность повышения социального статуса. Семейная же миграция, как правило, вызвана необходимостью воссоединения семьи, когда один из членов семьи проживает на территории другой страны или региона. Национальная миграция связана с желанием этнических народов той или иной страны вернуться на историческую родину, либо, может быть, связана с конениями на территории других стран. Политические причины миграции побуждают людей переселяться из-за преследования по политическим взглядам. В зависимости от причины приезда можно выделить следующие формы миграции. Вынужденная миграция – это передвижение населения, вызванное угрозой жизни или здоровью человека и его семье в результате природных катаклизмов, бедствий, боевых действий или преследования по признаку пола, расы, политических взглядах и других причин. Добровольная миграция – это выезд из страны по личному, свободному и добровольному решению в целях повышения качества и уровня своей жизни, жизни своей семьи или другим причинам. Также можно отметить существование легальной и нелегальной миграции. Легальная миграция – это миграция с соблюдением правил выезда из страны, въезда в принимающую страну и правил пребывания в стране. Нелегальная миграция – это незаконная миграция, которая характеризуется нарушением законных миграционных норм страны выезда и въезда. Миграция бывает внешней и внутренней. К внешней миграции относят эмиграцию и иммиграцию. Эмиграция – выезд людей из своей страны на постоянное место жительства. Иммиграция – въезд людей в другую страну на постоянное место жительства. Внутренняя эмиграция – переезд из одной части страны в другую. Рассмотрим особенности внешней миграции в Кыргызстане. Принято выделять следующие виды внешней эмиграции. Безвозвратная эмиграция, связанная с изменением места жительства и получением гражданства принимающей стороны. Долгосрочная эмиграция, подразумевающая перемещение на длительный период более чем на год. Краткосрочная эмиграция, посещение другой страны или региона на срок менее одного года. Эмиграция после распада СССР. В период кризисных явлений 90-х годов в Кыргызстане наблюдались активные эмиграционные процессы. Из Кыргызстана выехала значительная часть русскоязычного населения, украинцев, немцев, а также представителей некоторых тюркских этносов. Выезжали в основном в страны ближнего зарубежья – Россию, Узбекистан, Казахстан, Украину, Белоруссию. В настоящее время наибольшее количество трудовых мигрантов отмечается в Российской Федерации. В условиях безработицы выезд трудовых мигрантов имеет большое значение не только для богосостояния их семей, но и для экономики Кыргызстана. Ежегодно трудовые мигранты из России перечисляют более 30% финансовых средств от ВВП. Тем самым трудовые мигранты являются своего рода крупнейшими инвесторами в экономику страны. Эти деньги сегодня в большей степени тратятся на товары и услуги первой необходимости. Минусом для таких семей является то, что дети трудовых мигрантов часто остаются на попечении родственников или одного из родителей. Прежде чем приступить к рассмотрению процессов внутренней миграции в Кыргызстане, давайте выясним, каким образом определяется уровень миграции населения. При анализе миграции необходимо знать уровень движения населения страны. Для этого рассчитывается коэффициент миграционного движения. Необходимо сумму приехавших и отъехавших мигрантов увеличить на 100 или 1000 в зависимости от времени и территории перемещения и разделить на общую численность населения данной территории. Также оценивается брутто и сальдо миграция. Миграционным масштабом или брутто миграцией называется сумма приезжающего населения и отъезжающих за определенное время, месяц или год. Чистой миграцией или сальдо миграцией называется разница между количеством приезжающего и отъезжающего населения за определенный период. При положительной сальдо миграции число приезжающих будет больше, чем число отъезжающих. При отрицательной сальдо миграции число отъезжающих будет больше числа приезжающих. А теперь рассмотрим процессы внутренней миграции населения на территории Кыргызстана. Как уже было отмечено, к внутренней миграции относят межобластную, внутриобластную и миграцию по направлениям. В Кыргызстане распространены и следующие виды миграции. Невозвратное перемещение сельского населения в город, временное перемещение, сезонное перемещение. Внутренняя миграция населения Кыргызстана, так же как и во многих других постсоветских странах, быстро сокращалась в 1990-е годы. Это было связано с изменившимися социально-экономическими условиями жизни населения. Внутренняя миграция в определенном мере была замещена внешней для многих жителей некоренных национальностей. Миграция означала прежде всего выезд за пределы страны. В 2000-е годы масштабы внутренней миграции стабилизировались. Во внутренних миграционных потоках населения преобладает межобластная миграция. Наиболее высокий уровень межобластной миграции имеет место в Нарынской и Баткенской областях, тогда как в Ожской и Джалабадской областях наибольший удельный вес приходится на внутриобластную миграцию. Особенно высок отток жителей высокогорных регионов. Главными причинами оттока населения республики из ряда регионов также являются социально-экономические условия. Безработица, низкий уровень заработной платы у работающего населения, неудовлетворительное социальное обеспечение. Крупной зоной притяжения мигрантов является Чуйская область и город Бешкек, в которые осуществляется основной приток населения республики. Основная масса внутриреспубликанских мигрантов оседает в городах Бешкек, Ож, Джалабад. Наиболее активно во внутренней миграции участвует население города Бешкека и Чуйской области. Миграция в столицу уже в первые годы независимости сопровождалась самозахватом земель в городской черте. Миграция населения из сельских районов в город преобладающая форма межобластного территориального перемещения населения. В течение последнего десятилетия в Кыргызстане во внутриреспубликанском миграционном обмене населения приток происходил за счет жителей сельской местности. Сельская местность республики теряет наиболее молодую, активную и образованную часть населения. Изменяется ее социальная и профессиональная структура. Во внутренней миграции Кыргызской республики в современных условиях продолжают проявляться следующие тенденции. Миграция населения из села в город, из региональных городов в большие города, из экономических слабо развитых неблагополучных регионов в более развитые, благополучные. Стихийная внутриреспубликанская миграция населения может стать серьезной угрозой устойчивому экономическому и социальному развитию страны. Это связано с оттоком специалистов из села, с разбалансировкой рынка труда, с захватом земель и настройкой на периферии городов, повышением нагрузки на социальную инфраструктуру городов. Неконтролируемая внутренняя миграция приводит к возникновению и обострению внутриэтнических, межрегиональных и межклановых противоречий. В северных областях и столице в результате выезда русскоязычного населения и притока коренного населения из областей происходит быстрое изменение генетической структуры населения. Коренное кыргызское население начало делиться на местных и приезжих, своих и чужих. Необходимо отметить, что переселение сельских жителей принесло и плюсы в развитии городов, поселков городского типа. Появились новые отрасли промышленности, предприятия. Наряду с развитием старых городов появились новые города, вблизи угольных шахт, на базе нефтедобычи, курортные города. Первоначальная задача социально-демографической политики в республике состоит в удержании своего населения. Важно, чтобы учащаяся молодежь, получив образование, возвращалась обратно в родные места. Для этого необходимо создать условия для поднятия образовательного уровня молодежи в селах и в городах и сформировать базу для реализации полученного образования. Создание рабочих мест в республике, особенно на селе и в городах с численностью менее 100 человек, это важнейшие условия для удержания собственного квалифицированного трудоспособного населения. На территориальное размещение населения оказывает влияние не только социально-экономические особенности, но и физико-географические. Одним из показателей размещения является плотность населения. Плотность населения это показатель территориального размещения населения. Для определения средней плотности населения показатель количества населения проживающего на данной территории делят на площадь занимаемой территории. Средняя плотность в Кыргызстане составляет чуть более 32 человек на 1 квадратный километр. Это соответствует 142-му месту в списке стран по плотности населения. Кыргызы расселены по территории страны достаточно равномерно, и эта равномерность только усиливается. Плотность населения увеличивается в связи с высоким естественным приростом населения. Из-за неравномерного размещения населения по территории республики различна и региональная плотность. Но средняя плотность населения по областям не может правильно отразить характер размещения, так как население в большинстве своем размещается на равнинах, а в горной местности постоянное население отсутствует. Поэтому, учитывая горный характер рельефа республики, целесообразно рассчитывать плотность населения по вертикальной зональности и высотным поясам. В связи с этим на территории республики существуют участки без постоянного населения. На расселение населения большое влияние оказывает процесс урбанизации. Урбанизация – это социально-экономический процесс роста доли городского населения, увеличение числа городов, их укрепление и усиление их роли, широкого распространения городского образа жизни. В Кыргызстане наблюдается рост уровня городского населения, особенно в Чуйской, Ожской, Джалабадской и Сыкульской областях. До 1980-х годов городское население росло быстрее, чем сельское, но в последнее десятилетие более высокая скорость прироста была характерна для сельского населения. В результате доля горожан, увеличившаяся в 1979 году, стала постепенно снижаться. По данным переписей населения 1999 и 2009 годов, она оставалась на отметке 35,3%. В географии городские и населенные пункты подразделяются на классы по следующим направлениям. Величина, функции, занимаемое место в территориальном разделении труда, экономико-географическое положение. Географы Кыргызстана классифицируют города по численности населения на маленькие города, средние с двумя подгруппами, большие и очень крупные города. По занимаемому месту в территориальном разделении труда, города и поселки городского типа делятся на города, участвующие в местных связях, города и поселки городского типа, участвующие в распределении труда между областями, города и поселки городского типа, участвующие в международном распределении труда. По выполняемым функциям города и поселки городского типа подразделяются на монофункциональные и полифункциональные. Монофункциональные города встречаются крайне редко. Полифункциональные города и поселки городского типа сочетают административную, политическую, культурную, экономическую деятельность и другие функции. По экономико-географическому положению города и поселки городского типа, связанные с сырьевыми и топливными полезными ископаемыми, портовые города, города, расположенные на железнодорожной линии и превратившиеся в промышленные транспортные центры. По генезису города классифицируются с учетом их времени и причин возникновения архитектурной планировки. Такую классификацию можно использовать при изучении географии городов. В настоящее время в Кыргызстане насчитывается 31 город и 9 поселков городского типа. Взаимосвязанные и зависимые друг от друга города, выполняя одноцелевые функции, образуют систему городов. Один из видов системы городского поселения – это агломерация, которая отличается темпами развития, интенсивностью связей, степенью образования населения, отраслевой территориальной структурой. Агломерация – это вид системы городского поселения, при которой наблюдается территориальное сочетание городских и сельских поселений. Вокруг крупных городов Кыргызстана наблюдается рост городских агломераций, например, Бишкекская и Кожская. По численности населения села подразделяются на крупные, средние и мелкие. По выполняемым функциям – сельскохозяйственные, несельскохозяйственные, аграрно-индустриальные, многофункциональные местные центры. На многообразие типов сельских поселений Кыргызстана оказывает влияние его горный рельеф, а также наличие проточных вод, климатические условия и другие природные факторы. Преобладающий тип сельских поселений в республике – это села на предгорных участках, удобных для земледелия. Они подразделяются на три типа сел. Генетически села подразделяются на старинные села, возникшие несколько сотен лет назад, крупные села, возникшие в прошлом веке, мелкие и средние села, основанные в 1920-1930 годах. В связи с тем, что 3 четвертых площади республики имеет горный рельеф и используемые земли расположены участками на различной высоте над уровнем моря, много внутрихозяйственных поселений сложного типа. Например, кроме центральной усадьбы хозяйства объединяются мелкие села, фермы, бригады, полевые станы и другие населенные пункты с жителями до 10 человек. Каждый уголок нашей республики имеет свои особенности территории, социально-экономического направления. Узнайте больше о богатой истории городов, сел Кыргызстана и ее жителях. По описанию определите, о каком населенном пункте идет речь. Это административно-территориальная единица в виде населенного пункта республиканского, областного и районного значения. Это административно-территориальная единица, состоящая из одного или нескольких сел, в которой местное сообщество осуществляет местное самоуправление в порядке, установленном Конституцией и законами Кыргызской республики. Проверим ваши ответы. Первое – это город, второе – аильный округ, третье – поселок городского типа. Следующее задание. Найдите соответствие. Переезд из одной части страны в другую. Человек, переехавший на новое постоянное место жительства, внутри страны или другую страну. Человек, выехавший из своей страны из-за нарушений его прав и свобод. Миграция с соблюдением правил выезда из страны, въезда в принимающую страну и правил пребывания в стране. А теперь проверим выполнение вашего задания. Первому описанию соответствует агломерация, второму – урбанизация, третьему – внутренняя миграция, четвертому – иммиграция, пятому – мигрант, шестому – беженец, седьмому – легальная миграция, если при выполнении заданий вы набрали от 9 до 10 баллов, это оценка 5, если 7 или 8 баллов, то оценка 4, если 5 или 6 баллов, к сожалению, это только удовлетворительно. Надеюсь, что вы успешно справились с заданиями. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok